Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Мы работаем в прямом эфире в студии Ольга Цкавребова. И вот основные темы к этому часу. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Извините, что неожиданно. Привет! Вы, конечно, смущены. Почему? Ну, неожиданно. Спасибо вам. Спасибо большое. Вадим Габараев один из тех людей, кто имеет большие заслуги в деле становления государственности Республики Южная Осетия. Принимал непосредственное участие во всех исторических событиях, связанных с отстаиванием независимости и территориальной целостности Республики. Президент подписал указ в связи с празднованием 10-й годовщины признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией. Анатолий Бибилов навестил Вадима Габараева у него дома. Я тебя уважаю. Я тебя люблю. И не только я. Ты много сделал для Осетии нашей родной. Ты участвовал во многих переговорных процессах. Защищал свою родную землю. Я подписал указ о награждении. Указ президента Республики Южной Осетии. Наградить медалью во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии депутата Юго-Осетинского областного совета народных депутатов 20-го созыва Габараева Вадима Елезовича. Я еще в августе это подписал. Еще с прошлого года. Я не хотел кому-то передавать. Я хотел сам. Я уже этот секрет сна. Спасибо за службу Родине. В свою очередь Вадим Габараев поблагодарил главу государства за признание его заслуг. Следует отметить, что в разные годы Вадим Габараев работал на руководящих должностях. В различных областях жизнедеятельности Республики Южная Осетия. Занимал должность главы администрации города Схимвал. Был заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. К другим темам. Указом президента Украины Петра Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против граждан Южной Осетии, которые были наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР. Санкции введены Украиной против членов правительства и парламента Республики Южная Осетия. В санкционный список вошли глава администрации президента Игорь Козаев, вице-спикер Руслан Тедеев, депутаты Бахва Тедеев и Игорь Чочиев, а также помощник президента Южной Осетии Давид Газати. Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины. Как отметил в своем интервью нашему телеканалу помощник президента Южной Осетии Давид Газати, введенные санкции – это не более чем пиар-ход перед выборами президента Украины. Санкции направлены для того, чтобы как-то нанести ущерб людям или физическим лицам, но в данном случае против ряда политиков и депутатов, которые были введены санкции, ни у кого из них нет ни счетов на Украине, они не ведут никакой хозяйственной, коммерческой деятельности, никакого бизнеса на Украине у них нет. Другими словами, у них нет необходимости там оставаться, не ездить, ни абсолютно ничем там заниматься. То есть никаких последствий эти санкции не влекут. Политикам на Украине стоит заниматься, наоборот, какой-то позитивной и конструктивной политикой, нежели стравливать людей. Сегодня состоялась 92-я встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на территориях, прилегающих к госгранице Южной Осетии с Грузией. На повестку дня было вынесено 10 вопросов. За время последней встречи за нарушение госграницы Южной Осетии были задержаны семеро граждан Грузии. Заместитель представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев отметил, что обсуждались гуманитарные вопросы. Вопросы, касающиеся предотвращения пожаров, а также оросительной системы. Одна из важных тем встречи – полет пяти беспилотных летательных аппаратов, на сей раз в районе города Квайса. Продолжаем наш выпуск. Сегодня состоялся традиционный брифинг председателя Госкомитета информации и печати Марии Котаевой с участием начальника управления государственной статистики Иннала Тибилова. Он рассказал о новых методиках сбора и хранения информации. Наш корреспондент Эльвира Тибилова расскажет подробности. На площадке Международного информационного агентства «Спутник Южная Сетья» руководитель ведомства Иннала Тибилова отметил, что увеличилась собираемая информация управлением государственной статистики республики. На сегодняшний день введены в практику 50 разновидностей сбора и учета информации. А это хорошая ориентация ведомства, учитывая увеличение числа новых форм деятельности. За последние годы, за последние 6-7 лет, это еще начиналась эта работа, надо сказать честно, до того, как я стал работой в управлении государственной статистики, мы ввели в работу более 50 новых форм статистической отчетности. Это довольно значительно. Эти формы отражают абсолютно детально всю информацию, которую мы можем на сегодняшний день получить. Они соответствуют абсолютно всем международным современным нормам и стандартам. И эта работа, она не прекращается. То есть это регулярная работа. С каждым годом мы вводим все несколько новых, хотя бы несколько новых форм, мы в каждом году вводим в эксплуатацию. Одним из направлений в работе управления является издание статистического справочника. Если раньше данные умещались в небольшую брошюру, то теперь выпускаются в более объемных изданиях. В них находится основная информация за последние 4 года. Проводится тесное сотрудничество и с российскими коллегами. На основе подписанных договоренностей реализуется план совместных мероприятий, в том числе курсы повышения квалификации сотрудников и обучения нововведения. У нас была довольно представительная делегация из Росстата. Мы обсуждали много вопросов с ними. Были вопросы, которые уже сегодня дальше находят свое продолжение в нашей работе. У нас с ними подписан договор о сотрудничестве. Не просто договор о сотрудничестве. У нас с ними есть план совместных мероприятий, которые неукоснительно соблюдаются и российской стороной. С 16 по 19 мая опять будут совместные мероприятия будут в городе Кисловодске, куда приглашены наши сотрудники. Опять же будут обсуждаться вопросы, которые для нас архиважны сегодня. И северо-осетинские наши враги, они всегда нам на практике помогают, чтобы нам легче было начать. Это продолжается уже не первый, не второй, даже не третий год. Они постоянно рядом, постоянно помогают, за что им отдельная огромная благодарность. С нашими абхазскими коллегами мы в контакте хотим сейчас выйти с некоторыми предложениями к абхазам, нашим коллегам, об которых я вам расскажу, наверное, позже. На сегодняшний день в Управлении государственной статистики работает 20 человек, что, по словам начальника ведомства Иннала Тибилова, мало. Многие из них проработали в ведомстве почти полвека. В планах управления на введение учета цен на различные товары. Ведется работа и над раскручиванием официального сайта управления. Ельвира Тибилова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. О религиозных воззрениях, о философских трудах. Зелима Цхавребова говорили в научно-исследовательском институте имени Ванеева. Там прошла научная конференция. Наш корреспондент Анжела Кукоева расскажет подробности. Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения известного ученого, доктора философских науки, общественного деятеля Зелима Цхавребова, руководившего Югостинским научно-исследовательским институтом, с 1962 по 1978 годы прошла в научно-исследовательском институте. Зелим Павлович Цхавребов был ректором Югостинского педагогического института с 1959 по 1975 годы. На мероприятии присутствовали старшие сотрудники исследовательского института. Были зачитаны доклады о научных трудах философа. В своем докладе историк Костадзугаев рассказал о работе Зелима Цхавребова «Гражданин-ученый-патриот». Докладчик отметил, что лично был знаком с Зелимом Цхавребовым и поделился своими воспоминаниями. В своих трудах Зелим Цхавребов много писал о значении присоединения Осетии к России. По его мнению, тогда Осетия получила бы возможность приобщиться к передовой культуре России. Зелим Павлович содержательно рассматривает социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в Осетии второй половины XIX века и, конечно, проводит это рассмотрение с позиции классового анализа. В то время это было, с одной стороны, обязательно условием, как вспомнить старшие товарищи, но, с другой стороны, позвольте все-таки подчеркнуть, что это была и остается эффективная методология все-таки. Никто не отменяет и не может отменить, до тех пор, пока не отменится капитализм в целом существовании. Научное его наследие значительно и актуально. Оставил он по себе добрую память и, наверное, одно из доказательств этому будет наша с вами сегодняшняя встреча, которую мы проводим, помня его и честную вам. О религиозных воззрениях доктора философских наук рассказала в своем докладе старший преподаватель кафедры философии и культурологии УГУ Соня Хубаева. Зелим Схавребов анализировал работы многих философов, которые занимались вопросами религии и критиковал их за непоследовательность атеизма. Я хорошо помню его работы, поскольку свою дипломную работу в Ленинградском университете я посвятила становлению и утверждению массового атеизма в Южной Осетии. И тогда мне пришлось приехать в Южную Осетию и вот в этом научном институте я пользовалась всеми работами, которые были написаны, всеми философами, мыслителями, осетинами, которые занимались вопросами религи. В зале среди собравшихся присутствовали люди, которые были лично знакомы с Зелимом Схавребовым. Они с теплотой вспоминали дни, которые провели вместе. Зелим Схавребов умер в 1999 году. Он прожил достойную жизнь и оставил после себя богатое научное наследие, актуальное даже сегодня. Во многих странах 21 марта отмечают Международный день поэзии. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Национальный музей Южной Осетии тоже не остался в стороне от празднования Дня поэзии. Репортаж Елены Газаевой. В Национальном музее прошло мероприятие под названием «Поэзия Серебряного века». Принимали участие ученики средней школы номер 3. Как отметил организатор, педагог русского языка и литературы Майя Бекоева, жизнь поэтов Серебряного века была непростой. Именно поэтому на сегодняшнем вечере они постарались коротко рассказать об этом. Как мы знаем, литература, она как космос, она неопятна. И вы сегодня вместе с нами прикоснуетесь, казалось бы, к небольшому фрагменту литературы, это к поэзии Серебряного века. Как мы знаем, судьбы поэтов Серебряного века, они сложились не очень-то просто. И сегодня мы вам покажем, поскорее прочитаем стихотворения поэтов Серебряного века. Ученики читали стихотворения поэтов Серебряного века, рассказывали о жизни и творчестве авторов этого времени, подготовили и небольшие инсценировки. «Остановив болотный топик, коня, низ того воскок, Он повернул лицом к Европе, Русь, что смотрела на восток. Вдали поля, поля России, Усталый труд, глухая лень, Все те же нивы вековые, Все тех же скудных деревень. Сегодня я вижу, Особенно, как седлый взгляд, И руки, Особенно, тонко, колени огня, Послушай, Далёко на озере Чар, Изысканный бродит, Бродит жирен. Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, Запечатлевать в рифме своё мироощущение, Мечтать о будущем и вспоминать прошлое, Одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой. На это способна только поэзия, Величайшая из искусств, созданных человеком. На мероприятии присутствовали председатель Россотрудничества Сергей Скворцов, Советник посольства Российской Федерации в Южной Осетии Сергей Манько, Сотрудники музея, педагоги школы и другие. То, что вы сейчас сделали, это показывает только ещё раз, Насколько всё-таки едина культура бывшего Советского Союза, Насколько едина культура теперешней России и теперешней Южной Осетии. Спасибо вам за это. Тогда помнить, что мы не просто на словах вместе. У нас культура одна, а если у народов одна культура, Это значит, им нужно жить вместе. В конце мероприятия директор музея Мираб Засеев И организатор мероприятия Майя Бекоева Сочетали стихотворение собственного сочинения. Улетели юности в восторге, Грустно разбрелись мечты, Дождь бродяга задумчивый магистр, Не пускает одиноко нас простить. Звездой путеводной над миром сияет, Величий воспевший кавказских биржин, Чарующий пушки на слог принимает, Возносит не красный стих, а сенчинит. Немногие становятся великими и известными поэтами, Но многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды Те прекрасные порывы души, которые и пробуждают человека Взять ручку, листок бумаги и начать творить. Елена Газаева, Олимпи Теев, информационный выпуск «Сегодня». А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. По всей республике ожидается пасмурная погода. Во всех районах пройдет дождь. В Наурском районе днем плюс 6, ночью минус 1. В Дзавском районе днем плюс 5, ночью около 0. В городе Квайса днем плюс 5, ночью минус 1. В Ленингорском районе днем плюс 7, ночью плюс 1. В столице республики Цхинвалья днем 7 градусов тепла, ночью около 0. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Сейчас 18.18. И на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова